Привет, друзья! Все вокруг говорят, что для того, чтобы заработать больше денег, нужно резать ваши косты и повышать продажи. Как же повышать эти продажи? Именно сегодня я вам и расскажу. Три способа, как повысить продажи в ресторанном бизнесе. С вами Андрей Сунко, это Съедобный бизнес, Инфогнездо. Ну мы погнали! Что в первую очередь делают неопытные рестораторы, когда хотят повысить свои продажи? Они просто-напросто поднимают цены в меню. Так делать не нужно, потому что всегда находитесь в рамках рыночных цен, в рамках цен ваших конкурентов. И никогда не поднимайте безосновательно цены. Это очень важно знать. Что же нужно делать? В первую очередь, конечно же, нужно поработать с вашими официантами над их продажами. И вот три способа, как же продавать больше. И в этот момент гости ресторана начинают смотреть этот выпуск. И думают, ну-ну, послушаем-ка, почему официант предлагает мне эту отличную нежную телятину с трюфельным соусом? Ну-ну, поехали! Первое. Научите ваших официантов продавать открытыми вопросами, а не закрытыми, на которые можно отвечать «да» либо «нет». Приведу пример. Что желаете на аперитив? Апельсиновый свежевыжатый сок, или бокал прекрасного французского шардоне, или зеленый чай с жасмином? Именно такие продажи, альтернативные, на которые гость не сможет сказать «да» или «нет», а просто сделает выбор из предложенных вариантов и повышает ваши продажи. Помните, что гости умные люди и легко могут распознать, когда вы им просто парите что-то даже самое вкусное. Необходимо дополнять заказ вашего гостя. Приведу несколько примеров, что если вы видите, что в вашем заказе есть, к примеру, там, холодная закуска и какое-то основное блюдо, то предложите вашему гостю, как эксперт в этом ресторане, что именно с этой холодной закуской будет сочетаться отлично бокал белого Sauvignon Blanc, а с телятиной на гриле будет сочетаться хорошо бокал Cabernet Sauvignon, либо же аргентинский мальбэк. Именно вот такие правильные рекомендации по расширению вашего заказа и повышать продажи, конечно же. Также это может быть пример с десертом. Когда вы предлагаете после еды гостю десерт, не забудьте предложить горячий напиток, кофе либо чай. Уверен, что 8 из 10 ваших гостей согласятся с вашим уместным расширением заказа. Ну и все эти приемы дополнят определенный психологический акцент, который называется кивок салевна. Когда вы даете альтернативу в вашем вопросе, кивните уверенно головой именно в тот момент, когда вы хотите продать это определенное блюдо либо напиток. Таким образом, вы психологически сделаете акцент на этом. И если у вас установлен визуальный контакт с вашим гостем, то вероятно, что он сделает заказ. Приведу вам пример. Здравствуйте! Что принести вам для начала? Севичи из Дорадо или же суши с камчатским крабом? Именно вот так гость закажет суши с камчатским крабом. Почему нет? Это очень вкусно. Ну и бонусом четвертый лайфхак. Самый простой вариант, который просто мгновенно повышает продажи. Это предложение воды в самом начале общения с гостем. Это можно сделать тоже альтернативным вопросом. К примеру, вот так. Добрый день, меня зовут Андрей. Сегодня я буду вашим официантом. Что вам принести для начала? Воду с газом или без? Сколько стоит у вас в ресторане вода? Задумайтесь. Вот именно на такую сумму я только что повысил ваш средний чек. Ну а вообще хочу сказать, что над продажами необходимо работать. Это не сразу получится. Сейчас многие подумают, что да, это не работает. А вы попробуйте. И я вам гарантирую, что если вы будете применять вот такие вот лайфхаки, как повысить продажи в ресторанном бизнесе, они вырастут на 20% минимум. Это проверено. Ставьте лайк этому выпуску. Андрей Сунко с вами. Не переключайтесь. До следующей недели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok